Я Максим Мельников, я программистер компании Wargaming.net, работаю там два года, играю в танки под ником Max Poseidon, кто-то может, если кто играет, меня убить и радоваться, что он убил меня. Сегодня я хотел сделать доклад о тех проблемах, с которыми столкнулся Wargaming.net при разработке мировой войны. Мы эти проблемы вызываем фейлами. Почему в кавычках? Потому что не все фейлы на самом деле случились, которые мы ожидали. Но дальше в докладе будет видно, на что делался упор и так далее. В докладе я расскажу, грубо говоря, сначала мы начнем с архитектуры системы и вообще, что такое мировая война. Может, мы не знаем, потом с какими-то проблемами мы и сталкивались, как мы их решали, как это повлияло на наше решение, как это повлияло на нашу реализацию и прочее. И какое мы видим дальнейшее развитие мировой войны для мира танков. Что такое мировая война в мире танков? Это те самые клановые войны, большая карта, где кланы передвигают фишки. На самом деле клановые лидеры нападают друг на друга, обмениваются территориями. Стоишь маленькая разница, что бои происходят, как обычные бои в мире танков. То есть сразу там запускается бой, и они там играют. Мировая война работает в браузере. Вот такое бы решение предприняли, а бои происходят в клиенте. Давайте как бы независимо немножко игры между собой тесноинтепрированы. И некоторых фактов, возможно, те, кто играет, весьма полезны. И вообще мы недавно буквально на днях запустили расширение мировой войны в 4 раза, увеличили количество провинции с 200 до 800, в надежде теперь поглотить всех пользователей, которые хотят в нее играть. Запуск ожидается понедельник-вторник, пока пользователи просто смотрят и их жадно-пождают глазами. Для того, чтобы вы все меня понимали, некоторые термины, которые я буду использовать в презентации. Движок — это то, что я поднимаю сервоклиент в Мир Танков, то, что вы играете, устанавливаете. Он написан на BigWolder. Когда мне нужно будет сделать отдельный упор на различание между клиентом и сервером, я буду подразумевать именно движок игры. Есть клиентская часть, есть серверная часть. А также есть веб-часть проекта, в которую входит Мировая война, турниры, расчет рейтингов и так далее. То, что мы просто друг друга понимали. Во время разработки Мировой войны мы с самого начала понимали, что этот продукт, он на самом деле независимый. Его хочется сделать максимально независимым от самого клиента. Так проще обновлять его, так проще выкатывать патчи, так проще разрабатывать на самом деле. Также мы обязательно хотели, чтобы во время работы нашего сервиса, если что-то сломалось в BigWolder, в смысле в движке, пользователи не могут зайти во время утренней перезагрузки, или там еще какой-то факап случился, чтобы именно Мировая война функционировала дальше и как ни в чем не бывало. Ну и, естественно, мы хотели максимально минимизировать риски, которые связаны с этим, потому что разработка фактически второй игры внутри первой, и это могло вызвать многие жесток проблем. Решили мы этот подход, собственно, для решения этих задач, мы не некоторое время подумали и решили использовать стандартный подход. На самом деле мы просто решили уйти в этих компонентах веб, стандартных, социальных, браузерных, в нашем случае браузерных. Почему браузер? Потому что сам геймблейбер таков, что передвижение фишек и так далее, пользователь может делать издом, с работой, утром в метро, передвинул фишки, назначил бой, вечером пришел с работы и повоевал. Это очень удобно, очень комфортно, и мы, в принципе, считаем, что именно в тесной интеграции будущей с вебом, собственно, состоит в будущее. Почему ламп? Ну, я напомню, Linux, Apache, MySQL, PHP, в нашем случае еще немножко по-другому, но неважно. Потому что это самый стандартный, самый проверенный годами подход, в мире накоплено просто огромнейшее количество опыта по этой технологии, огромное количество можно найти проблем, и главное, что в случае возникновения любой проблемы мы достаточно быстро представляем себе, как ее можно решить. Увеличились у вас нагрузки, в интернете миллион советов на то, как, собственно, с этим бороться, как это решать. Вам нужно всего лишь проанализировать решение и выбрать его. Ну, также в компании уже был некоторым опытом разработки вебе. И еще раз повторю, очень важно то, что вообще в мире накоплено огромное количество опыта в этой области. Так, как я уже чуть-чуть назад, первое, что мы главное сделали, кроме того, что шли веб, мы назначили рассматривать движок игры, как черный ящик. То есть мы вообще ничего не хотим знать в мировой войне про то, как там происходят бои. Мы хотим только давать ему что-то на вход, получать что-то на выходе. Ну, фактически, для нас движок и глимера танков это черный ящик. Есть вход, есть выход. То, что внутри нас абсолютно не писается. Итак, когда у вас есть черный ящик, надо у нас что-то подать на вход, что-то получить на выходе. Мы начали с выхода, потому что у нас уже огромное количество информации было внутри Бигволда. Самая важная, там, статистика по пользователям, их профпрофили и так далее. Вот, собственно, экспорт данных. Первую задачу, которую мы должны решить, мы ее решали, нам нужно было достать из Бигволда аккаунты, кланы и результаты боев, которые там будут проходить. На самом деле, в современном мире стандартным способом решения таких проблем являются различные месседжки. Там, RabbitMQ, ApacheMQ и прочие решения, которые там многие могли сталкиваться, особенно от рабочих социальных игр, браузерных игр. Это такой сервис очередей, вы в него из этого процесса кидаете сообщение, там, работает отдельным демоном, через какое-то время в другом процессе, там, достаточно классический в Realtime, вы получаете свое сообщение и его обрабатываете. Позволяет вам англазировать ваши запросы в очереди и очень, система очень стабильна, потому что вы никогда не делаете, там, 100, 200, 300 операций, но вы просто по очереди из очереди выгреваете и обрабатываете. Но на самом деле поддержку BigWold сделать было достаточно непросто. Так уж сложилось, что реализация MQP, к которой мы привыкли, вот это RapidMQ, такой сервер на ReLange, достаточно приятный, простой, работающий в коробке. Проблема существенная в том, что BigWold не поддерживает MQP никаким боком, нужно было делать решение самому, самим фактически. Вот, с самого начала мы побоялись этого и у нас фактически не было времени. Осень мы фактически от этого отказались, но для себя отметив, что только понадобится, мы обязательно это сделаем. Вот весной мы уже поняли, что без этого никак, уже поддержка реализована и мы будем в следующих версиях потихоньку переходить на использование MQP. Ну, если вы слушали вчера Саша, вы представляете, что у мир танков, знаете, там нагрузки выросли в 10 раз, а нам уже вовсе пора готовиться к тому, что они еще раз выросли в 10 раз. Мы применили самую стандартную схему через MQP. При поддержке, в движке же, очевидно, есть поддержка какой-то базы данных, это MQP, при BigWolder. Также у нас для счета финансовых статистик и боевой статистики уже были написаны всевозможные модули для того, чтобы без проблем взять и делать запись MQP. Но на самом деле экспортируемых данных огромное количество, поэтому мы просто завели простую табличку экспортию, которая состоит там буквально из-за идей датам. Мы в нее просто фигачим записи с огромнейшей скоростью, а потом уже другие процессы, не BigWolder, чтобы, скажем так, сделать движок BigWolder максимально стабильным движок мира танков, мы максимально исключили там наше влияние. Итак, данные попали в MQP. Потом, для того, чтобы симулировать будущую хорошую работу, также для удобства самих себя, мы опять эти данные поднимаем из MSQL в RabbitMQ, потом происходит различная обработка. Я тут поясню, данные в BigWolder фактически на спешке хранятся в виде плобов каким-то образом, а нам нужно по ним делать различную аналитику, вытаскивать наружу какие-то атрибуты, вот, все это происходит во время обработки и потом уложиться в таблицы обычным ревизионным виде, табличка аккаунт, в ней там порядка, там, 20-30 полей про профиль пользователей, там, про результаты боев, соответствующие таблицы или там про кланы. Вот, естественно, когда мы это все выгрузили уже на дунартем SQA, который на мне, мы без проблем решаем любые задачи, которые там предлагаются, там, по поводу аналитики, расчет рейтингов, посчитать количество сумм, среднюю сумму голда и прочее, совершенно без проблем и сразу влет. Второе, как бы, что мы должны сделать, когда управляемся пешком, это нужно им подать что-то на вход. От сервера нам требуется какое-то управление аккаунтом, смена пароля, смена атрибутов, выйти-выйти в клан обязательно, поскольку кланы важные, составляющие мировой войны, и создание боев. Там нужно создать бой с определенными параметрами, с определенной логикой, так, чтобы движок их обработал, потом, когда-то нам уже отдал результаты. Стандартный для пигмода подход, если кто-то немножко его использовал, то знает, там есть такой модуль специально уже написанный веб-интеграции, ну, просто можно брать и использовать. У него такая одна особенность, которую надо учитывать, он работает синхронно, то есть вы запросы отправили, какое-то время ждете, через какое-то время получите ответ. Можно запустить их 10 и распорили 10 раз, но все-таки немножко неудобно, благодаря тому, что у нас сейчас есть мы готовимся использовать общегосинхронный подход, просто будем опять же через rapid-митры закидывать сообщения, а бигголд уже не будет пулить и обрабатывать. С нами в этот момент, когда это было реализовано, случился сразу же первый шиквейл, это обновление информации от пользователей. Фактически информация от пользователей хранится в двух местах. Бигголдзер, где он играет, танки, у него там статистика, голд, начисление платежей, и в вебе фактически показывается какая-то информация на нем. Мировая война и в каком составляющем полностью независима. Даже данные не могут измениться сразу и там, и там. Они изменяются с каким-то лагом. На самом деле у нас этот лаг в данный момент это профиль игрока на вебе обновляется при выходе из клиента. Это следствие нашего решения, чтобы его не перегружать. Это на самом деле совсем не проблема, потому что пользователь, когда он в клиенте, он сконцентрирован, ему не важно то, что вам в нем вебе расходится, а его друзья то, что видят данные на пару минут или часов старше, на самом деле не влияет. Но проблема оказалась в другом. Внезапно проблема оказалась с платежами. Пользователи платили деньги и утверждали, что их платежи не доходят. Хотя на самом деле оказалось, что платежи доходят. При старом подходе мы различали платеж, собственно, и начисление голда в профиль. Платеж проходит успешно, для того, чтобы пользователю можно натопить какое-то количество золота, остается в базе, но не начисляется. В какой-то момент пользователь логинится игру, во время логина, во время этого бегущего колесика ему сразу приходит золото, и он как бы счастлив. И только в этот момент, к сожалению, происходил там, после того, он поиграет пару часов экспорта. Многие же пользователи платят за игру с работы, и с телефонов, у них профиль не обновляется, у них паника и вообще грустно. Сложность вообще работы в том, что начисление золота это практически надо поднять сессию игрока, что достаточно серьезно нагрузит сервер, и мы не хотим поднимать их тысячами вообще говоря. Но, слегка подумав, мы все-таки решили их поднимать, написали соответствующий воркер, который там в фоне анализирует платежи, которые уже у нас сохранены, только что они успешно, гарантированно будут. Вот эти платежи начисляются при приходе, даже если гигглорк оффлайн, то есть, грубо говоря, там демон видит этот игрок, он поднимает этого игрока, профиль и с сюжетами. На самом деле, как я уже сказал, есть проблема с тем, что поднять аккаунты тяжело. Если наш текущий пик онлайн на 150 тысяч, то, грубо говоря, пришедшие тысячи платежов, которые вдруг прислал агрегатор, требует поднять еще тысячи аккаунтов. Но это на самом деле стремновато и опасно. Вот, нет досатака, во время этой досатаки там совершится какое-то огромное количество платежей, мелких или больших, но мы так немножко посидели, подумали и поняли, что досатак с платежами это лучшее, что может с нами случиться. Вам смешно, а были проблемы, когда сервер лежал в день и звонили украинские партнеры и отвечали, что у них терминал уже переполнен и не получается пулить. То есть проблемы такие бывают. Вот, следующий фейл, который с нами случился во время разработки, то, что боевой IP не было готово. Вчера, кто был на докладе Саши, знает, что у нас после релиза, который случился в августе, серверная команда была жутко занята фиксами багов. И тот функционал, который мы ожидали от них, чтобы мы могли уже создавать бои, ну просто не было времени на его реализацию у товарищей. Вот. Но, собственно, на особенности нашей разработки в том, что мы изначально собственно раскладываем пикбол как черный ящик и мы решили, что, ну что ж, раз так, то будем продолжать разработать независимо.